Дональд Трамп Америка, для меня большая честь, что ты выбрала меня быть во главе этой великой страны. Впереди нас всех ждет непростая работа, но обещаю, я буду президентом для всех американцев, вне зависимости от того, голосовали вы за меня или нет. Избранная вице-президент Соединенных Штатов Америки Камала Харрис, как только узнала о победе Байдена на пробежке, так сразу позвонила. Мы сделали это, Джо. Ты будешь следующим президентом Соединенных Штатов. Если победа американского сенатора и юриста Камала Харрис подтвердится, то она будет первой черной с азиатскими корнями женщиной вице-президентом Соединенных Штатов Америки. Дональд Трамп выступил с заявлением. Простой факт в том, что еще далеко до окончания выборов Джо Байден не был официально признан победителем ни в одном из Штатов. Я не успокоюсь, пока американский народ не получит честный подсчет голосов, которого он заслуживает и которого требует демократия. В дни бурного обсуждения результатов в сети появляется видео телеканала CNN с Энтони Каппелом и Иваном Джонсоном. Ролик стал вирусным после того, как эмоциональная реакция на победу Байдена попала в прямой эфир. Сегодня утром стало легче быть родителем, быть отцом. Проще сказать своему сыну, что характер имеет значение. Сказать, что правда имеет значение, что имеет значение быть хорошим человеком. Если вы мусульманин в этой стране, тебе больше не нужно беспокоиться, что президент просто не захочет вас видеть. Если ты иммигрант, не нужно теперь беспокоиться, что ваши детей похитят, а вас, как мечтателей, отправят обратно, без какой на то либо причины. Это защита для многих людей, которые пострадали. Я не могу дышать. Эта история не просто о Джорджи Флойте. Было много людей, которые чувствовали, что не могут дышать. В стиле Джокера телепроповедник Эннет Коупленд разразился истерическим хохотом, продолжавшимся полминуты после сообщений о победе Байдена. Медиа сказал, что что? О чем говорят эти медиа? Что? Медиа говорят, что Джо Байден президент? Наш эксперт, выпускник Казанского федерального университета, работающий в банковской сфере и преподающий в Нью-Йоркской школе бизнеса, Георгий Жихарев, дает следующий комментарий. По всей видимости, Джо Байден победил на выборах президента США. Трамп продолжает оспаривать результаты в отдельных штатах. Но, скорее всего, это не изменит общей картины. Думаю, что для экономической ситуации в США результаты выборов положительны. Трамп и его непоследовательность устранены. Конгресс навряд ли сможет заняться серьезной налоговой реформой. Да и ожидания по существенному увеличению влияния государства на экономику приутихли еще по результатам демократического выбора кандидатов в президенты. Победу Байдена комментирует гражданин Соединенных Штатов Америки, выпускник Колорадского университета Мэтт Джагелло. Я по-настоящему счастлив результату выборов. Рад, что президент США теперь Джо Байдена, а не Дональд Трамп. Уверен, что под руководством Байдена будут больше учитываться права человека. Будет учитываться мнение меньшинств, ЛГБТ-сообщества. Зная, что Джо Байден планирует инвестировать больше в экологически чистую энергию. И это, по сути, создаст много рабочих мест. Как результат, экономика станет сильнее. 12 декабря действующий президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп вновь заявил о своей победе на выборах. Об этом написал на странице в Твиттер. После также заявил, что не откажется от судебных исков по нарушениям в отдельных штатах на президентских выборах. Его команда пытается ускорить рассмотрение этих дел. Виолетта Басова, Илья Андреев, Универ Ньюс.